Давайте, наверное, развивать дальше наше знание в области теории вероятностей. И сейчас я хочу рассказать про известную очень схему, которая, в отличие от всех предшествующих изученных нами ситуаций, приводит к элементарным исходам, имеющим разные вероятности. У нас были элементарные исходы, все равны вероятно до сих пор. Назвалась классическая схема. Сейчас будет новая некая схема, которая приводит к разным вероятностям. Это называется схема испытаний Бернули. Разумеется, смысл в том, что Бернули придумал эту схему, а не то, что Бернули кто-то испытывал. Самого Бернули, конечно, никто не испытывал, но придумал некую схему. Вообще, Бернули – это очень известная математическая фамилия. Была целая династия математиков, которые носили это имя. Бернули был не один, но один из этих многих Бернули придумал схему испытаний. Схемы испытаний проще нет. Что описывается она на пальцах следующим образом. Есть даже не игральная кость, а монетка. Совсем простой объект. Монетка замечательна тем, что при ее бросании на сон, в отличие от игральной кости, мы имеем только два варианта. Она ложится кверху орлом или она ложится кверху решкой. Знаете, да, что у монетки есть орел, есть решка. Если мы бросаем монетку, она может упасть кверху орлом, может решка. Там герк еще используется слово, но не важно. При этом единственная тонкость, вспоминайте задачу про студента, который умел решать задачу с вероятностью Берна. Единственная тонкость состоит в том, что эта монетка не симметричная, в отличие от кости, с которой мы до сих пор имели дело. То есть при случайном бросании на стол, эта монетка падает решкой и орлом кверху с разными вероятностями. Ну, вообще говоря, может быть, с одной и той же. Есть некое число П, из адреса 0,1, которое спущено на нас с неба. Ну, если хотите, оно может зависеть просто как-то от свойств материала, из которого сделана монетка. Мы статистически много раз побросали эту монетку, посмотрели, сколько раз она легла кверху вешки, сколько к орлу, таким образом сосчитали П. Вот есть некоторое число П, не обязательно рациональное, это может быть какое угодно число вообще. 1 поделить на корень из 2. Любое число из адреса 0,1. И вот мы знаем, откуда-то, что если мы случайно бросаем эту монетку на стол, то она кверху вешки падает вот с этой вероятностью П. П это вероятность решки. Вероятность решки. Соответственно, единица минус П, на которую можно обозначить Фу, это вероятность Трла. Так принято обозначать Фу. Ну и дальше мы производим очень понятные испытания. Берем в руку эту монетку и начинаем ее бросать на стол. Бросаем ее на стол N раз. N раз бросаем N. N раз бросаем. Ну естественно, каждый раз, в зависимости от того, как фишка, как монетка ляжет, получится то ли решка, то ли орел. Всего будет N таких вот последовательных решек, орлов. Может быть, все N раз выпадет решка, может быть, все N раз выпадет орел, может быть, в первый раз он будет орел, а потом будут все время решки. Как повезет. Давайте фиксировать результаты испытаний, бросания монетки, рисуя каждый раз, после очередного испытания, единичку, если монетка упала решкой вверху, и нолик, если орел. Вот здесь вот единица, а орел это ноль. То есть у нас получится такая последовательность из N штук нулей и единиц. Правильно? Нулей будет столько, сколько раз выпал орел, причем они будут стоять рома на позиции, когда, собственно, это произошло, орел выпал, а единицы будут в количестве решек. Ну и давайте еще до кучи считать, что решка для нас успех, а орел для нас неудача. Ну так принято говорить. Хотите наоборот, могу сказать наоборот. То есть могу сказать, что равен это успех. Ну единица это успех, согласны, что это что-то положительное получилось, а ноль это ноль. Вот. Все. Произвели на испытаний, на свет появилась последовательность из единицы нулей. Она же появилась совершенно случайно, правда? Но с какой вероятностью? Вот появилась, например, на свет, пусть она равняется четырем, появилась на свет вот такая последовательность. Бросали, бросали монету четыре раза. И появилась на свет такая последовательность. То есть первый раз она выпала вверху решкой, второй раз она выпала вверху решкой, в третий раз случилась неудача, в четвертый раз снова успех. Испытания, очевидно, не зависят друг от друга. Мы просто бросаем, 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 не глядя на то, какие результаты бросания были в предыдущих испытаниях. Как определить естественным образом вероятность возникновения именно такой последовательности? Смотрите, нам спущена с ней вот эта последовательность, мы знаем, что она получилась с помощью такой вот схемы бросания монетки. С какой вероятностью она получилась? Кова вероятность была возникновения такой последовательности? Если P это вероятность возникновения каждой единицы, а Q это вероятность возникновения каждого нуля? Ну, вероятность этой последовательности PQ умножить на P. Отлично, да, значит вероятность как буква, давайте, P большая, это что еще раз? P в кубе на Q, да? Да. Конечно, да, потому что события независимы, вероятность перемножается, получаем P в кубе умножить на Q. Совершенно верно. Ну, а если бы я здесь написал, скажем, 0, 0, 0, 1, то это было бы Q в кубе умножить на P. Но, видите, если P равняется 1, 2, то есть если монетка была бы, так сказать, с несмещенным центром тягости, симметричная, как наша бывшая любимая грабельная кость, если бы P равнялась за 1, 2, то эти числа совпадают. Ну, и вообще, какие бы здесь циферки не стояли, 0 или 1, ясно, что вероятность всегда будет какая, если P равняется 1, 2. Ну, в этом случае 1, 16, а для произвольного это просто единица, деленная на 2 в степени N. Причем это возвращает нас просто к классической вероятности в случае, когда элементарных исходов 2 в степени N штук. Всего последовательности из 0 и единиц 2 в степени N. И если бы P равнялась 1 и 2, то каждая из этих последовательностей имела бы одну и ту же вероятность 1 поделить на 2 в N. Но мы рассмотрели более общий случай, и при произвольном P мы приходим к некоторой ситуации, которая не классическая. Значит, смотрите, еще раз внимательно, элементарный исход в схеме испытания вернули, вот очень важный момент. Элементарный исход – это вся последовательность из единицы нулей. Вот вся эта последовательность – это элементарный исход. Тот кирпичик, из множества которых будут строиться более содержательные события. Вот у каждого из этих элементарных исходов, вообще-то говоря, при P равном 1 в 2, своя вероятность. Ну, другое дело, что если единица стоит где-нибудь в ином месте, а нулей все равно 3, то вероятность будет та же самая. Так, прекрасно. Давайте я для полноты картины напишу омега, равняется омега 1 синтексом 2 в степени N. Подразумевая, что вот это есть пространство элементарных исходов, с которым мы теперь работаем. Вот это каким-то образом перенумерованные все возможные последовательности из нулей и единиц, имеющие длину N. Вот их всего 2 в степени N штук, и у каждой понятно, как посчитать вероятность. Кстати, даже можно очень просто сказать, как посчитать вероятность произвольной последовательности. Если у нас есть последовательность омега, состоящей из чисел X1 и так далее, Xn, где каждая X это 0 или 1, у нас есть такая последовательность, состоящая из чисел 0 или 1, да? Тогда в общем случае вероятность такой последовательности, это будет просто P в степени суммы этих чисел на Q в степени N минус суммы этих чисел. Вот это важно еще осознать. Ну что такое сумма этих чисел? Сумма этих чисел это просто количество единиц, количество успехов. P в степени количества успехов, как здесь, видите, сумма этих чисел это 3, вот P в кубе. А Q в степени N, то есть 4, минус сумма этих чисел, ну в данном случае в первой степени. Вот в общем случае получается вот так. Ну так можно просто красиво, аккуратно записать, может быть это в дальнейшем нам пригодится. Давайте учиться считать какие-нибудь вероятности для схемы испытаний вернули. Слушайте, прежде чем считать какие-то вероятности, давайте поймем, насколько все корректно. То есть понятно же, что вроде бы вероятность омега большого должна равняться единице. Так же точно, как это было в классической ситуации. Да. Аж должно быть достоверно. А почему это так? Верно ли, что сумма по ни от единицы до 2 в степени N вероятности омегаида равняется единице? Ведь если это неверно, тогда мы какой-то чушеврек тут записаем, и с этим работать нельзя. Невероятность никакая. Сумма вероятности элементарных исходов, конечно, должна равняться единице. Вот кто понимает, почему это так? Но если у нас эта сумма элементарных исходов не равна единице, то у нас еще какие-то исходы, которые мы не посчитали, наверное. Нет, но это так хочется верить, потому что мы просто неудачно задали вероятности. Мы же их как-то задали, да? Мы могли, например, взять N элементов, сказать, давайте считать, что у первого вероятность... У первого вероятность 1 пятое, у второго 1 пятое, у третьего 1 пятое и так далее. Ну это же бред, потому что если у нас 10 элементов, у каждого вероятность 1 пятое, 2 получится. Ну из событий, которые нам предложены, произойдет, 100% произойдет хотя бы 1 пятое. То есть мне-то нужно просто проверить, что сумма вот таких вот чисел равна единице. Тупо проверить, что я сами эти числа задал корректно, что в сумме действительно 1 получается. Ну вот давайте возьмем такое событие, назовем его А с индексом К. Это событие, состоящее в том, что ВН испытание... Ну понятно, что ВН, всего, ВН испытание К успеху, К единиц. Давайте зададимся вопросом, чему равна вероятность этого события. С какой вероятностью ВН испытание К ровно Каускину. Что значит событие, да? Событие это как и раньше, как и в классическом случае, это некоторый набор элементарных исходов, которые ему благоприятствуют, правильно? Какие элементарные исходы, то есть какие ОНЕГи благоприятствуют событию А с индексом К? От ОНЕГО-1 до ОНЕГО-К. Ну я бы так не стал говорить, я не знаю, как они занумерованы. Я же не утверждаю, что первое вот это ОНЕГО, это то, у которого К единиц, например, на первом нет. Это не так. Смотрите, что такое А с индексом Ка? Это ВН испытание Каус Пеху. Это значит, что такому событию благоприятствуют все последовательности из вне единиц, в которых Ка единиц. Ну нет раз. Что значит, что ВН испытание Каус Пеху? Значит, где-то Ка единиц, а на остальных позициях Н минус Ка нулей. А значит, что это будет П в степени Ка, умноженное на Ку в степени Н минус Ка. На Ку в степени Н минус Ка, да. Но это не все. Потому что это вероятность любого из тех элементарных исходов, которые благоприятствуют АКАТОМУ. А КАТОМУ действительно благоприятствуют ОМЕГИ, у каждой из которых ровно Ка единиц. То есть вероятность каждой такой ОМЕГИ это П в Ка и на Ку в Н минус Ка. Но самих таких ОМЕГ много. Сколько? А, это что перестановок. СН-ЗН пока, но перестановок, а сочетание. Мы просто должны выбрать те композиции из Н возможных, на которых будут стоять единицы. И вот любой из стольких элементарных исходов нам благоприятствует. Мы просто складываем вероятность этих элементарных исходов, как и раньше, как и в классической ситуации. Но в классической ситуации складываем и получаем просто отношение мощности к мощности, да. Потому что там знаменатель был все время один и тот же. А эти числа разные, поэтому мы их складываем и умножаем на количество тем самым. Вот, вот это вероятность того, что ровно Ка успеха в схеме из Н испытаний идет. Правильно? Да. Ну а теперь нетрудно сообразить, что вероятность всего ОМЕГА, это сумма пока от нуля до Н, вероятность и ОКАТа. Ну, потому что, если мы проводим Н испытания, вернули, то либо у нас вообще ни разу не происходит успех, ноль раз. Либо успех случается один раз, либо два, либо Н. Ну и так далее, либо Н. Вот я перебираю все эти варианты, для каждого из них вычисляю вероятность. Согласны, да? Что я таким образом исчерпал всю ОМЕГА. В ОМЕГА других ситуаций нет. Сколько-то успехов точно произошло от нуля до Н. Может быть, не одного. Но сколько-то произошло. То есть, это сумма пока от нуля до Н, цель из Н пока на ПХАТа и на КУВН минус КАТа. Ничего не напоминает? Что это за сумма такая замечательная? Сумма с вероятностью. Не, не, никаких вероятностей. Все, забыли про вероятность. Вот эта сумма чему равна? Вы же комбинаторию знаете. Ленкин там у вас есть, да? А почему она равна единице? Ну, хотелось бы получить единицу, правильно? Мы же хотим доказать, что вероятность ОМЕГА 1. По определению КУ это 1 минус П. Хорошо. Так, и что? Ну, как это называется такая сумма, кто знает? Сумма ЦЗН пока х в степени КАНа и х в степени Н. Это называется беном Ньютона. Если здесь стоит х, а здесь стоит ибрик, то сумма, которая написана, это просто х плюс у в н-ной степени. Ну да. Но у нас х это П, а у это 1 минус П. Поэтому х плюс у это просто единица. Ну, единица в н-ной, она и есть единица. Теперь мы действительно доказали, что вероятность ОМЕГА равна одному. Не из общих соображений, в которые хотелось бы верить, а формально, аккуратно, посчитали просто сумму вероятностей, заданных согласно нашему определению. Эта сумма оказалась равна единице, значит, все действительно корректно. Продолжение следует... Продолжение следует...